В связи с началом работ в Объединенных Арабских Эмиратах количество сотрудников, в основном это технические специалисты, закрытого акционерного общества, струнные технологии, превысило 800 человек. И все большее значение приобретает работа проектного управления нашей организации. Вот сегодня мы и хотим познакомить вас с ключевыми сотрудниками и тем, чем они занимаются. Управление проектных работ закрытого акционерного общества струнные технологии – это часть команды, объединенная амбициозными целями, которые ставит перед сотнями специалистов высочайшей квалификации Анатолий Юницкий, создатель SkyWay, генеральный конструктор компании. На сегодняшний день, сертифицированное на проектирование объектов второй-четвертой категории, это подразделение успешно решает инженерные задачи по проектированию элементов инновационных транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay. В состав управления входит бюро главных инженеров проектов, два конструкторских бюро железобетонных и металлоконструкций и ряда отделов архитектурного, инженерных коммуникаций, генерального плана, смет и выпуска проектно-сметной документации. Всего порядка 70 высококвалифицированных специалистов, и это только начальный этап формирования большой проектной структуры мирового уровня, где будет работать не одна тысяча инженеров и архитекторов, гидро которой будет находиться здесь, в Республике Беларусь, а филиалы расположены по всему миру. Это далеко идущие планы для проектирования инновационного транспортного комплекса SkyWay в любой точке Земли, создания индивидуальных и типовых проектных решений. Работа уже ведется на мировом уровне с использованием самого современного программного обеспечения. Сотрудники обладают опытом выполнения проектов в соответствии с нормативными базами Евросоюза и Великобритании, участвуют в создании объектов на территориях Республики Беларусь и Объединенных Арабских Эмиратов. Учитывая сложность и многоплановость, осуществляемой коллективом деятельности, принципиальное значение получает организация процессов, взаимодействие и качество документации, выпускаемой каждым из участков проектного производства. Все начинается со сбора информации и отдела генерального плана. Здесь же на следующих этапах осуществляется предпроектная проработка и готовится детальный дизайн. На первом этапе проектирования наш отдел занимается сбором исходных данных для будущего проектирования. В CIVIL 3D мы обрабатываем исходные данные, строим цифровые модели рельефа, считаем объемы земляных работ, а также материалов, конструктивных слоев дорожной одежды. После того, как дизайн объектов, которые предстоит построить, готов, необходимо произвести расчеты и сделать так, чтобы родившиеся в воображении конструкции выполняли все необходимые функции, могли нести необходимую нагрузку и были бы рационально взаимосвязаны в рамках системы. Для этого из отдела генерального плана техническая документация передается в архитектурный отдел, и работа над проектом продолжается. SkyWay предлагает комплексный подход к решению инфраструктурных задач. Транспортные комплексы должны гармонично вписываться в естественный ландшафт и выступать в качестве основы создания комфортной и безопасной среды проживания людей. Хорошим примером такой разносторонней проработки может служить инновационный центр SkyWay в Эмирате Шарджа, где помимо объектов транспортной инфраструктуры возводится множество уникальных сопутствующих объектов, демонстрирующих технический и экологический потенциал, заложенный в основу SkyWay. Специалисты у нас работают в информационных моделях, то есть мы ушли от старых методов проектирования в 2D, у нас сейчас все только в 3D, в программах Revit и в других комплексах, которые соответствуют мировым тенденциям. Сейчас уже ведется строительство, о чем вы тоже знаете. Проект был достаточно сложный, но в то же самое время и достаточно интересный. На нем расположились 4 тестовых участка по разным конструкциям путевой структуры и транспорта, запроектированы анкерные опоры, депо для обслуживания транспорта, а также была создана концепция зданий по обслуживанию и для университета SkyWay, который в будущем будет на этой же площадке присутствовать. Среди разработок – Экодом, воплощающий ряд оригинальных природоохранных технологий. Помимо демонстрации новой концепции организации жилого пространства, он будет использоваться в качестве штаба проекта в Шарже, приема делегаций и так далее. Дом с внутренним садом. Вот можно даже посмотреть, полностью цифровая модель построена со всеми растениями. Выполнены рабочие чертежи на этот дом и сейчас ведется его активное строительство. Архитектурный проект готов. Его необходимо детализировать, скрупулезно рассчитать каждый элемент конструкции, оптимизировать их как с точки зрения функциональности и технологичности, так и с точки зрения стоимости строительства, подвести необходимые коммуникации, чтобы включить проектируемый объект в жизнь того города и региона, где ему суждено появиться. Все это осуществляется силами сразу нескольких конструкторских бюро и служб. Их задача – передать строителям готовые чертежи и проконтролировать соответствие выполняемых работ документацией. Сейчас мы активно работаем над проектированием в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках реализации проекта Skyway Innovation Center. Все выполняется в единой системе и все смежные подразделения работают также в едином цифровом макете. Так работают, ну не знаю, наверное, во всем мире передовые проектные институты, поэтому мы в данном случае, я бы сказала, что работаем пока на одном уровне. Но я думаю, что мы скоро будем работать как одна из передовых проектных организаций мирового уровня. У нас все комплексы лицензионные. Одни из них – это Advanced Steel, Revit. И мы активно организуем BIM-технологии, работаем со всеми отделами. Мой отдел разрабатывал конструкции для экотехнопарка, для наших производственных зданий в Беларуси. Также мы активно работаем над конструкциями SWIG-систем, которые находятся в Арабских Эмиратах. Разработку проектной документации мы выполняем в двух программных комплексах. Это Civil 3D, который позволяет решить задачи, связанные с вертикальной планировкой, с разработкой котлованов и подсчетами объемов работы. А также Navisworks Manager, в котором мы производим сборку общей информационной модели по отдельному объекту. Наш отдел занимается разработкой смет на разные виды работы и определением сметной стоимости строительства в целом по объектам. На всех стадиях проектирования, от предпроектной проработки до строительного проекта. Проектирование строительства ведется как в Республике Беларусь по нормативным документам нашей страны, так и за ее пределами по местным нормам. В отделы инженерных коммуникаций входят специалисты по разработке внутренних и наружных сетей, водопроводок, канализации и пожаротушения. На сегодняшний день мы занимаемся проектированием различных объектов по функциональному назначению от жилых до производственных зданий, как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Наши объекты интересны и нестандартны, находятся в различных климатических условиях, что требует принятия нестандартных решений. В своей работе мы тесно взаимодействуем со смежными специалистами в области биологии и химии. Активное применение на практике иностранной нормативной базы, учитывая знания отечественных норм, дает возможность оценить правильность принятого решения с разных сторон. Прежде чем готовая техническая документация будет передана в другие подразделения компании «Струнные технологии» и подрядчикам, непосредственно отвечающим за строительство транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay, она должна пройти необходимые согласования и проверки. За это отвечает главный инженер проекта, ключевая фигура. Это специалист, несущий ответственность за конкретный проект, который он разрабатывает, проверяя его соответствие всем техническим нормативным правовым актам и еврокодам, а также согласовывает проекты, его составляющие, с надлежащими инстанциями. Занимается управлением проектированием, осуществляет надзор за строительством, проверки, технические экспертизы, защищает проект на всех соответствующих уровнях, то есть несет полную ответственность за работу над проектом. Значит, строительство, в первую очередь, пройдены все согласования непосредственно в Арабских Эмиратах. А вот идет проектирование на данный момент, второй и третий очереди. Проектирование этого объекта ведется в два этапа. Первый этап – это создание проекта на территории Республики Беларусь. Мы проектируем наш комплекс в большей части по еврокодам. В Арабских Эмиратах вся строительная отрасль построена таким образом, что они ориентируются на британские стандарты и американские. Этим занимаются две проектных организации в Арабских Эмиратах, с которыми у нас есть соглашение, которые проводят адаптацию наших проектных решений и уже и доводят до требований к местным стандартам. Они также проводят согласование нашей проектной документации в местных органах. Вместе ведется уже на семи сооружениях, в первую очередь. Это первый тестовый участок, наш пилотный проект. Это гостевой дом, это объект инфраструктуры, контрольно-пропускной комнат. После того, как все необходимые процедуры пройдены, созданные на бумаге и в программной среде проектные решения начинают воплощаться в жизнь. Проделана огромная работа, и ее плоды необходимо систематизировать и сохранить. В дальнейшем документы будут использоваться при работе над другими проектами. В них годами накапливавшийся в коллективе юнитского опыт, наряду с отлаженностью процесса взаимодействия в команде, составляющие одну из основных ценностей любой инжиниринговой компании. У нас созданы свои собственные стандарты предприятия, которые отвечают системе менеджмента качества. ИСО-9001 также отвечает нашим нормативным правовым актам, то есть всем нашим ТНПА, действующим на территории республики. В нашей компании существует свой собственный архив, в котором хранится вся техническая документация управления проектированием и также всех подразделений транспортного комплекса. Наша документация представлена как на бумажных носителях, так и в электронном виде на базе платформы 3D Experience. Вот в бумажном виде документы наши хранятся в специализированном помещении, где созданы специальные условия, то есть температура и влажность. Благодаря сегодняшней экскурсии узнают, что есть проектное управление, которое сейчас владеет очень замечательными, серьезными программами. Может решать вопросы на довольно высоком уровне. Распроектировщики должны быть в 2-3 раза выше, уровень должен быть выше, чем при обычном жилищном или промышленном строительстве. К чему мы движемся? В нашем управлении работает много специалистов, приезжающих с Украины, с Казахстана, с России. Нормы, которые приняты в Беларуси, они более прогрессивны, я бы сказала, или раньше начали внедряться и увязаны с евро-нормами. Это нам сейчас очень помогло в проектировании в Арабских Эмиратах. Спасибо большое, Марина Мигалевна. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект. И если вы чувствуете себя специалистом достаточно высоким, чтобы стать частью нашей команды, мы ждем вас. Вы придете к нам, и вы станете специалистом высочайшего уровня. Строй SkyWay! Спасай планеты! Продолжение следует...